Телефон доверия работает, и кстати работает, четко работает, отрабатывают те просьбы, где продают пиво, водку, самогон, гель. Так вот, есть телефон доверия в милиции, где очень четко работают, я могу говорить, 53-12-80, 53-12-90. Есть уже несколько примеров, ярких примеров, где отработаны очень жестко. 53-12-80, 53-12-90. Я у девочек спрашиваю, девочки, вам часто звонят? Я говорю, ну кроме вас, вы, наверное, один звоните больше, чем весь город, все вместе. Ну это отдельная тема, там пресс-служба работает над этим. Фу, значит, должен работать штаб, постоянно действующий. Вот здесь, вот в этом здании. Потому что винах, ну опять же, определились, не винить никого, но ответственность людей, вот этого здания, у нас у всех огромная ответственность, но их прежде всего. И поэтому есть, значит, такое вот, ну не предложение, это вот, это просто просьба, наверное, просьба поставить, что от каждой, от каждого направления, от милиции, от СМИ, от образования, от малого бизнеса, от общественных организаций, от родительского комитета. Ну, от родительского комитета у нас проблем нет. Вы, как руководители этих направлений, должны направить нам не по разнарядке, а просто каждый подумает, вот кто у вас, вот это должен быть такой человек, чтобы Янов на фоне этого человека, он вообще потерялся. Ну я думаю, вы, ну можете, каждый из вас, найти в ваших структурах таких людей. Это значит штаб, что будет делать этот штаб по ликвидации под руководством джинжирухи Александра Жорловича, я еще раз повторяю, потому что сегодня объявить войну в Николаеве, наркомафии, алкомафии и спасти наших детей, может, и нужно это делать только вместе с милицией, только вместе с ними. Значит, самое первое мероприятие, которое мы должны провести, это, и это просто срочно, мы должны провести открытое, большое родительское собрание. Как это сделали в 18-й школе, Нина Колечко, как сделала у себя в школе, где за территорией школы у нее следит, и она мне в глаза говорит, Юра, у меня ни в школе не торгуют ни пивом, ни вино, ни вода, я знаю школы, где в школах торгуют вино. И сегодня та ситуация, что 50 метров или 100 метров, она вообще ничего не решает. Это уже все говорили. Мы тогда потеряли общего количества времени, часов 10 потеряли, да, Юра? Да, да, в общей сложности. Я тогда с пеной урта говорил, что это вообще ничего не решает. Сегодня ситуация, что 6800 штраф тоже ничего не решает. Возле каждого магазина, возле каждого ганделыка будет стоять какой-нибудь ханыга, который за рубль, за два, а уж очень сильно там, и за 50 копеек, он будет решать все эти вопросы. Только родители, родительские комитеты. И когда будет собран большой, вот этот вот хорал, я его называю, родителей, и опять же, не по назначению, вот как делалось это у Нины, не по тому вот на разнарядке, вот Иванова, Петрова, Сидорова, от каждого класса по два человека, по одному человеку. Пусть там с одной школы будет 5 представителей, у них будет это. Пусть в другой школе, может, у них нет этой проблемы. Вот у Сичко я пытался спросить. Сергей Михайлович, а у вас есть эта проблема? Нет у нас этой проблемы. Я говорю, Сергей Михайлович, да не может быть. Да нет у нас этой проблемы. Значит, это самое-самое первое, что необходимо сделать. Ну, вот так я скажу, в двух словах. Я уложился, две минуты. Здравствуйте, спасибо. Так, пожалуйста. Юрий Алексеевич унес предложение о работе постояннодействующего штаба. У меня немножко по-другому есть взгляд, но я хочу послушать, коллеги, ваше мнение. Только конкретно, давайте конкретно, потому что это действительно проблема больная. И, в принципе, из двух этих предложений мы говорили очень долго о важности этого. Мы понимаем всю важность. Вот, пожалуйста, ваше предложение. Вот как вы видите эту работу? Базуманно. Пожалуйста. Юрий Алексеевич, все правильно сказано, конечно. Штаб должен работать, но штаб должен приносить какие-то плоды. То есть, здесь, я думаю, должны какие-то шаги направляться, какие-то письма даже наверх туда посылаться. А в штабе будет уже отрабатывать эти письма, эти просьбами или с требованиями о том, чтобы сокращали рекламу в первую очередь по телевидению. Потому что реклама как и шла, так она и идет. Водка, алкоголь, сигареты, все это продолжается. То есть, вот здесь надо стучать в первую очередь в набаты. Конечно, конечно, комендантский час вести в школе у нас детям, это уже вводится в других, в других областях это уже вводится. Извините, можно я выступлю, представлю чуть-чуть. Да, пожалуйста, представьте. Добрый день, многие меня знают, многие не знают. Завтра Максим Павлович меня зовут, представляю в Николаеве всеукраинское движение «Трезво Украина». То есть, у нас соберет конкретная борьба против алкоголизма. Ну, не только взрослого, не детского, но и взрослого то же самое. То есть, по профессионалу времени у нас Николая Кусырецкая открылась, я его возглавляю. То есть, мы работаем, то есть, не обсуждаем так, а у нас конкретные действия идут. То есть, я хочу предложить, что ваши полномочия, это первое, то есть, что мы с тобой, то есть, разговоры с говорами. А то, что я на днях общался с белорусами, у них это жестко с ними. Ну, и там, дети не курят. На улице даже парить нельзя и пить, потому что у нас такой закон. То есть, я что хочу предложить, это, в первую очередь, скоро выпускные весна пришла. Я сам помню, с Олегом Сачевым хорошо знакомым, он говорит уже, я был в других выпускных. То есть, в рамках я сам конкурировал, работал, выхранял все эти выпускные. И вот, что я увидел. Выпускные у нас проводятся в барах, ресторанах и тому подобное. Вот, элементарно. Что требуется? Вот я вот на днях уже хотел к Олегу Владимировичу Сашову зайти поговорить. И к вам хотел зайти. Самое время, не успел я. То есть, просто письма разошла к каждому, предупреждения. Потому что спальни страшноветних, это поколенное опьянение, это статья у нас. Вот, сколько все знают, да? После письма, с предупреждениями каждому дектору школы. А я лично буду тоже не с людьми это снимать. О чем? Да? Попали, друг другу сказали хорошие слова. Потанцевали дети и ушли. Все. Вот на этом закончено. Конечно, вступают родители, которые еще перед Новым годом мне звонят. Как же? А мы уже ресторан заказали. Так вот для этого. И они перед Новым годом уже заказали. Да, сегодня надо, очевидно. Ну, можно уже, Анна Ильича, наверное, например, на эту локацию собрать, где что. Да? То есть, может быть, вот тут поступить по-другому. Директорам этих ресторанов написать вот это письмо, предупреждение. Потому что заказывают. Ведь родители не директор школы. Что вы к директору будете? Мы вот все вроде бы... Мы хотим вообще... Мы проговаривали в этом, но будь же родителям. Так вот для этого. Мы пришли к тому. Мы даже хотели 27-го утром, совмещая последний звонок и вручение аттестатов, похлопали и все, разошлись. Но они все равно. Они пришли, они Владимиру Дмитриевичу тут пришли, создали ситуацию. Это наши дети, мы хотим, это наше право. Да, это их право. Так вот для этого надо, чтобы в родительские комитеты входили не... Послушайте, Юрий Алексеевич, я сто лет проработала в образовании и знаю хорошо родителей, и знаю родительские родители. Сегодня вот это мы можем сделать только таким образом. Если мы предметную дислокацию, и уже, допустим, в течение 10 дней соберем эту дислокацию, и в соответствии с законом напишем предупреждение ресторанам, барам и всем, что это не закон у них. Несовершеннолетние. Несовершеннолетние, чтобы были напитки. Мало того, можно я не знаю про... Я не думаю, что мы всех победим, но половину мы победим в этой ситуации. Они же уже все задавки подавали. Просто это, конечно, система, традиция. Ну, а не будет это как-то, если попросить милицию обратить внимание в этот день на определенные рестораны? Нет, вот давайте мы первое. Вот то, что надо сделать. Сегодня написать... Евгений Юрьевич нам даст статью какую там. Мы пишем это письмо. Юрий Алексеевич, подключайтесь с Вашим красивым слогом. Пишем это письмо. Милиция тоже. И подписываем... Нет, милиция выпускает, попросите обратить внимание. У них свои задачи. А милиции? Мы всегда даем милиции за неделю кислотам. Ряд ли? Ряд ли? Ряд ли? Ряд ли? Проведение выпускных. Мы в милиции не узнаем. А с учетом мы не пищем? Но просто милиция может быть дожданой ей даже.